Дорожная обстановка, которая вынуждает всех участников быть предельно внимательными. Особенно ГАИ обращается к водителям автобусов. Сразу несколько аварий с участием этого транспорта зафиксированы на дорогах страны. Один из случаев произошел с машиной новополоцкого хоккейного клуба «Химик». Команда направлялась на выездную игру в Бобруйск, но по дороге автобус врезался в легковой автомобиль и съехал в кювет. Никто не пострадал, сообщили представители команды у себя в твиттер-аккаунте. Владимир Королев следит за ситуацией на дороге. Не уступил дорогу при повороте налево, как итог, серьезная авария с участием трех автомобилей. На этих кадрах видно, как многотонный самосвал поворачивает, не убедившись в безопасности маневра. На встречный автобус, который врезается в большегруз, а потом влетает в легковой автомобиль. Как итог, серьезные травмы у водителей и пассажиров «Ауди» после лобового столкновения. Все они госпитализированы в травматологию районной больницы. Работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента водитель легкого автомобиля был деблокирован и передан работникам скорой медицинской помощи. Водители автобуса и грузового автомобиля, а также четыре пассажира легкового автомобиля на момент прибытия спасателей покинули свои транспортные средства. Завалился на бок с тремя десятками пассажиров. Это последствия аварии в Борисовском районе с участием автобуса на трассе Слободаново-Сады. По предварительной версии, 30-летний водитель не справился с управлением. Машина выехала на встречную, съехала в кювет и опрокинулась. Серьезно пострадал один человек. У него перелом плеча. Известно, что частный автобус следовал из Москвы в Минск. В сложной дорожной обстановке госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, а также не делать необдуманных маневров. Эти простые советы способны сохранить жизнь. Впрочем, такая сложная ситуация не только в нашей стране. Это кадры аварии в Калининградской области, где столкнулась фура и автобус на затяжном закруглении дороги. Прицеп автопоезда оказался на встречной. Чтобы избежать столкновения, водитель съехал на обочину и оказался в кювете. Двое из 47 пассажиров получили травмы. Владимир Королев, Александр Олешко, Зона Икс.